Юр, ты как человек, который знаки видит. Вот я, допустим, я не стану говорить, что это, ну, в принципе, вот здесь, на этой картинке, по-моему, все говорит за себя, что тут. Я с большим разрешением мне не удалось найти. Вот фонтан, вам трали, насколько я знаю. Да, ну, во-первых, вот наша ячейка изображена, которая находится в шестигранной соте. А по периметру этой соты находятся другие ячейки. Многие думают, что это для красоты сделано. А здесь-то как раз и показано, что одна из наших сот, которая в центре, и по всему периметру находятся другие ячейки, в которые можно попасть на физическом уровне. Вот, посмотрите, я достоверную карту мира показываю. Правда, тут у нас есть какой-то моряк с печки Бряк, он постоянно орет, что мы все нехорошие люди, что он лично через Берингов пролив плавал. Ну, я не знаю, какую там наркоту дают это. Макс, видишь? Ну, Юра, наверное, уже... Да, да, вижу, вижу. Поэтому, это я специально взял политический вариант, причем название я не придумывал. Это вот название оригинальной этой карты, США, это Мехико и так далее. Вот, поэтому, если вдруг кто-то захочет пойти в Канаду, не надо... А где ты эту карту взял? Вот, видишь, какие... Да, интересный вопрос. Мне тоже интересно, откуда такая, я тоже такой хочу. Вот, ну, откровенно говоря, я ее, конечно, подкорректировал, оригинальная выглядит немножко по-другому. Вот, поэтому... Оригинальная какого века карта? Да какого века? 200 лет назад была ядерная война, Виктор, я понимаю, что человек немножко не подкован тех или иных аспектов. Не-не, я знаю, Виктор, зря зря, я знаю про войну, все, я просто пытаюсь уточнить. Просто в двух словах вся история была, это быстренько переписано. Сейчас по поводу карты, давайте я оригинальную покажу, чтобы не было это. Ко мне и мой огород, что лично котлеру какой-нибудь покажет сюрприз, а потом все начинают говорить. Вот оригинальная карта, но я хочу вам обратить внимание, она не убежала, эта карта далеко. Смотрите, в чем примечательность? Я просто задаю вопрос. Какого лешего Российская империя, как нам навязали, нос Аляски показывает? Вот, вы понимаете, к чему я подхожу? Что это только может быть при цельном материке, как я изобразил на вот этой карте. Возможно, Суэцкий канал какой-нибудь или какой-нибудь это Панавская корыта там прорыли здесь. Возможно, здесь есть современный перешейк и возможно из так называемого Ледовитого океана попасть в так называемый Индийский океан. Возможно. Но что чукчи спокойно ходят и меняют сахар на американские винтовки, не используя никаких байдарок, это еще было 200 лет назад. 200 лет назад. Нет, кто-то сказал, что там лед заморожен, там ухи отморожены. Ничего подобного. Все это легко пересекается. Сейчас я еще хочу показать это. А, кстати, воспользуюсь... А, не этой картой, а воспользуюсь. Знаете, какой я другую вам покажу? Это нам нарисовали фейк. Вот на этой карте я вам сейчас покажу, в чем этот фейк выражается. Берем... Видите, справа... Нет, давайте слева. Так называемые Курильские острова. А теперь мы аккуратненько откусываем, копируем, вставляем. Вот этот кусок карты и прислоняем сюда. И вот эти Курильские острова. Понимаете, что они одну и ту же часть карты перемазюкали. Или наоборот. Если вам не нравится такая рокировка, давайте я вам сюда приклею Курильские острова. Ctrl-C, Ctrl-V. А, неудачно приклеил. Захват славы взял. Мне говорят, а где Сахалин? Все есть. И Сахалин я сам, знаете, где жил? Я Сахалин видел, как говорится. Вот, пожалуйста, вот вам Курильские острова. Все тютелька в тютельку. Вот они. А теперь давайте все-таки начнем от того, что не мое художество, а от какой я карты оттолкнулся. Вот эта карта. Если у вас есть образное мышление, тут я ничего не перерисовывал, сразу говорю. Посмотрите, правая сторона, это точная копия левой стороны. И если вы думаете, что это не так, вот здесь внизу, это не я рисовал, написано Чина. Каким образом Китай появился в Северной Америке, вы мне скажите. Вот каким образом? Да очень просто. Да потому что это, вот, это цельный материк. Россия и Канада это одна, грубо говоря, территория. Ага, а если это еще на изимутальную проекцию перенести, вообще круто будет. Вот, видите, даже здесь острова сошлись по линии. Правда, правда. Если вот на эту, на карту классическую плоской земли это все нанести, вообще будет круто. Да бомбезно. Многие уже берутся за 3D-редакторы и понимают, что карта мира-то выглядит по-другому вообще. Вот, кстати, на этой карте тоже Австралии нет. А почему нету? Потому что Австралия это и есть Антарктида. Вот почему. Говорят, они ее в 16 веке только открыли, поэтому на старых картах не было изображения. Тогда не было изображения. Я уже, мне тут кучу материала понакидали. Вот Австралия называлась Новая Ланда. А почему нижнюю береговую линию не прорисовали? Да потому что она плавно переходит в Антарктический круг. Чего бы им не прорисовывать? И с Канадой ситуация тождественна. Тождественна. На старых картах вы никогда не найдете Канаду, чтобы она была полностью нарисована. Вот мне прислали карту. А, это немножко не та, но тоже классная. Вот, вот старая карта. Все замазюкано. Все замазюкано. Видите, как они хитро делают? Они почему-то правую сторону все время это замазывают. Сейчас еще найду карты. Ну вот здесь не прорисовали Канаду. Купцов же шарал. Вы же понимаете, что север Канады не изучен. Что там все по струночке ходят. Поехал в магазин, по коридорчику прошелся специально. Сел на автобус, приехал в магазин. Все, там, говорит, как в концлагере. Ты не имеешь права выходить за определенные территории. Точно так же, как Юра снимал ролик и про Австралию. Вы не имеете права выходить за определенные территории. Вот карта Канады недорисована. Вверху все спрятано. И вот карта Австралии тоже недорисована. Почему они недорисовывают на этих картах, на так называемых старых береговую линию? Да потому что там есть продолжение континента. Вот на этой карте так и написано Австралия. То есть Антарктида здесь названа Австралией. Вот написано Австралия. Терра Австралия. Земля Австралия. То есть в старые времена Антарктиду юг. Австралия это юг. Поэтому когда я говорил, что там растут бананы и ананасы, и крокодилы бегают. Я ж не шутил. Вячеслав, а это довоенные карты, я так понимаю? Или после? А после войны ядерная сохранилось что-то? Да, много чего сохранилось. Но их тщательно начали перерисовывать. А, ну вот это довоенные еще, да? Ну мне не принципиально, когда она была нарисована. Вот, кстати, если кто-то еще огорчается по поводу Канады, то с Австралией железобетонно дело обстоит так. Вот заборы, про которые Юра Тимовский показывал в своем ролике, куда нельзя пройти. Вот это аппендикс, это вот это Австралия. А почему они были вынуждены придумать Австралию? Да потому что с этих берегов невооруженным глазом без бинокля виден континент. И надо было как-то людям объяснить, а что там за земля вдали? И придумали Австралию, но не сказали, что это и есть антарктический круг. Макс, эта карта плоской земли, это тоже фейк. Это тоже фейк. Ее надо перерисовывать, как ты правильно сказал. И вот если ее правильно перерисовать, там идет смещение на самом деле. Антарктический круг находится немножко в другой стороне. Давайте я вам схематически попробую показать, где он находится на самом деле. Нас опять обманули. Нас опять обманули. Ой! Сбежать хотел. Куда? Один. Вот так будет честнее. Понимаете? А если взять Канаду, узнать, что она Ctrl-C, Ctrl-V немножко подлиннее будет, то она как раз упирается в антарктический круг. То есть, если вы хотите попасть в соседнюю сотку, вам по барабану куда идти? В Австралию или в Канаду? Тем более, что там постоянно требуется народ. Все туда уезжают, и никто туда не приезжает. Да, мне канадцы пишут, Вячеслав, ну как живет? Подожди, подожди, а это Стрэнджер же в Канаде живет. Да, но фишка в чем? Они говорят, ну мы в южной части живем, мы про северную ничего не знаем. Там максимум только Марс могут снимать и говорить, что это полеты в Марс, в северной. А вообще они спокойно на антарктический круг заходят, эти засранцы. Давай Стрэнджера зашлем туда подальше, куда-нибудь. Он же странник, назвался странником Полизанник. Иди странствуй, да, назывался странником, иди странствуй. Тоже замечательная карта, которая мы привыкли к Дарии, Гипербореи. Определенный вид, случайно нашел вот такую карту. Вот. Причем, как я и уже говорил неоднократно, что в одном случае, что в другом, новая земля, как и Новая Зеландия, показывает направление к новым землям. Где же тут карты-то с крокодилами? Я уже их потерял. Вот, пожалуйста, антарктический круг на старой карте. Антарктический барьер. Никто его никуда не убирал, он там и стоит по сей день. Или кто-то скажет, это воображение, плод воображения художника, что он решил это в антарктической ледяной стене нарисовать. Ну как-то звонил человек из Австралии. Он утверждал, что она все-таки есть. И хотел поржать с твоих концепций. Да он может ржать сколько угодно, пускай за забор зайдет. Они там все наркоманы. Еще вопрос в том, из Австралии ли он, это первый момент. Второй момент, даже если он думает, что он в Австралии, где он фактически находится? А он в Антарктиде на самом деле. А он, да, да. Вот открытие для него будет. Я же, по-моему, схематически здесь явно показал, что вот он может быть на побережье, ведь любой знает, что на побережье есть небольшие поселения. То есть он может быть просто на краю Антарктиды жить. Но ему-то сказали Австралия. Вот он, он же никогда не видел этот континент с высоты птичьего полета. Ну поднимите этот, зачем вот полет эти спутники запускать? Просто в Австралии поднять на серьезную высоту вот этот, как он, квадрокоптер, да? И мы увидим, что континент-то ого-го. Так поэтому он может, он сидеть вот тут на берегу, это питаться муравьями и ржать сколько угодно. Пускай за этот забор зайдет. Там он быстро расстреляет и скажет, ты куда? Я в Австралию иду, да сейчас Австралию. Это забор, чтобы пингвины не перешли, что ли, в Австралию? Ну посмотри. Чтоб скрещиваться с кенгуру, Настя. Ну давайте вместе, вот Юра сделал же шикардосный ролик. Давайте вот. Не, ну стена там блин же, сказать. А, Вячеслав, а спутники-то вы верите в спутники или нет? Типа спутники со спутников принимаются? Да, их приклеили к куполу, поэтому они висят, да, все. А, все, спутники. Это не ко мне, это те, кто любит. Все, все, понял. Тяжелые наркотики, меня эта тема не интересует. Спутники, научная фантастика, это не для меня. Вот, смотрите, Юра в кадре, сейчас будет показывать эти заборы. Сейчас, где он тут? Вот. Это четливо видно, потому что там стоят солнечные батареи, они самообеспечиваемые, то есть там стоят генераторы, аккумуляторы. И что, да, забор вот стоит, видимо, Австралия, судя по красному ландшафту. Они уже работают на основе, накопленной за день солнечной энергии. А чего этот, чего он он гараживает? Непонятно. Но, к сожалению, погибает, пытаясь пересечь этот забор. Но, как нам говорят, вы представляете, то есть там располодились кролики, сейчас они насчитывают десятки, а то и сотни. Австралийцам говорят, что кролики, чтобы не забежали, не пенгвины, по твоему пониманию. А австралийцам говорят, что забор вот этот построен от кроликов, так как их миллионы. Вот у Юры можете ролик полный посмотреть. И чтобы кролики не кусали австралийцев, построили вот этот забор. Зайти за него невозможно. А там за забором-то как бы лёд начинается, потому что Антарктида-то, она же вроде ледяная. А кто её видел, эту Антарктиду, когда-нибудь из космоса? Ни одного нету видео из космоса. Не, из космоса и не может быть, потому что спутники-то важны. Антарктиду никто не видел, я просто хотел вам найти старую карту. Не, ну, даже вроде кто-то плавал, говорят. Можно даже посмотреть. Да, ну, информация делится на две категории. Нам сказали, и мы сами увидели. Поэтому мы сейчас используем слово «нам сказали». Ага. Кто-то плавал. Давайте я ещё раз, вот почему вот это... Надо экспедицию в Австралию организовать, убедиться. У нас же есть исследование, Виктор, можешь рассказать. Кстати, Виктор, кроме того, что админ в группе Институт Б, он ещё и кандидат наук. Так что у него много интересных мыслей. Он у нас специализуется по теологии в основном. Педагогически. Педагогика. Не знаю, надеюсь, видно. Извини, Саш, три секунды. Вот животные Антарктиды, тоже Австралии. Здесь вы можете увидеть и крокодилов. Или вы думаете, это плод воображения художника? Мы не знаем, мы же не видели сами. Может, вообще всё не так вот. Виктор, а что ты взял, что вообще вот всё так, как тут нарисовано? Ты же сам-то не видел, как оно всё устроено. Я не скажу, что я видел. Ты уверен вообще, что есть там Африка, Америка вообще? Может, нет, один континент? Я подписал соглашение о неразглашении. Потому что, если сейчас скажу, вас всех там затопят и сожгут. Пока сидите и слушайте, что я буду подсказывать. Не надо, не надо впереди паровоза. Надо вначале первый класс отучиться, второй, третий, а вы уже в десятый лезете. Не надо, не надо. Уже 200 лет назад люди полезли. И шок привело. Изучаем географию заново, в общем. Да. Шок копиров по географии. Вот, кенгуру. Вы же помните, какие диковинные животные в Австралии живут? Нигде нету. А по факту они живут в Антарктиде. Эти удивительные животные. Ну вот здесь я схематически показываю. Австралия есть, но это всего лишь как бы часть Антарктиды. На этой карте не изображена Северная Америка, только Южная. Вот это Южная Америка. Северная Америка, она и является, Канада, часть Антарктического круга. Поэтому она здесь так и изображена. Нет, нет, с Северного полюса, да? Типа Канада с Северным полюсом смыкается, да? Да, да. Австралия с Южным, а Канада с Северным. Да, да, можно пешком дойти, спокойно. Никто не будет, вот на этой карте, кстати, это и показано тоже по сути. Вот Австралия справа с Южным полюсом и Канада уходит это четко вот. То есть ты хочешь сказать, что весь мир как бы он связан, то есть можно из любой точки в любую пешком дойти, никуда плыть не надо, да? Я могу сказать, что воды значительно меньше, чем земли на самом деле. И любой яксмен скажет, что, который проходит кругосветное путешествие, замечу, подчеркну, кругосветное и шаросветное, они скажут, что оно именно проходится только в тех масштабах, которые я описал, которые я сообщил. По вот этим картам, которые нам нарисовали, они не могут пройти. Вокруг Австралии не может никто плыть, хотя там есть якобы тур вокруг Австралии. Ну, а плывут вокруг какой-нибудь острова, скажут, это вам Австралия. А как вы определите на это, на пароходе это, что вы вокруг Австралии оплываете? А с какой целью, Вячеслав, я не могу понять, с какой целью-то нас дезинформируют-то? Ну, как это с какой? Представляешь, это... Ну, карта нам... Человек видит, что кролики постоянно у него выбегают из вольера. И он внушил кроликам, что вот этот вольерчик, это и все, это вся их земля, а дальше бежать некуда. То есть, других земель нету. И кролики все спокойно живут. Ну, это, я так понимаю, про теорию соты, что есть другие соты. Нет, а с нашей-то землей, зачем вот эту вот карту нам внушать неправильно? Если все соединено, нам говорят, что нифига, океаны есть какие-то. Да, потому что, если правильную карту показать, она показывает, что существует так называемый антарктический круг. Потому что Канада плавно в него ходит, Австралия плавно входит в Антарктиду. Ну, а почему она от нас это скрывает? Они говорят, что вот такого секретного? Ну, входит она в круг, и чего? Зачем скрывать? Не скажу. Нельзя. Ну, понятно, что люди знают ответы на эти вопросы, почему так говорят. Не, я просто не в курсе, поэтому и спрашиваю. Не надо, не надо. К этому надо прийти. Есть такая информация, которую не надо говорить. Вот, пожалуйста, тоже древняя карта. Вот антарктический круг внизу. Все как полагается. Всему свое время. Торопиться не надо. Субтитры создавал DimaTorzok